Несмотря на слабую статистику из Европы, котировка евро-доллар остается в прежнем торговом диапазоне. Трейдеры ждут негатива и данных, что будут представлены сегодня в отчете по розничным продажам США. График валютной пары евро-доллар в боковике между уровнями 1.1020 и 1.1050. Котировка вынурнула из зоны ниже психологической отметки 1.10 на фоне отсутствия каких-либо деталей переговорного процесса между США и Китаем. А тем временем эксперты Евростат сегодня предоставили окончательные данные по сентябрьской инфляции в еврозоне. Согласно представленной информации, темп роста потребительских цен замедлился не до 0,9%, как это было рассчитано по итогам первичной оценки, а еще меньше на 0,8%. Тем не менее, трейдеры пока воздерживаются от проявления пессимистичного настроя и, как мы уже отметили ранее, сдерживаются от активной торговли. Аналогичная ситуация и с фунтом. Котировка фунт-доллар также застряла в боковике. Но в отличие от пары евро-доллар, торговый диапазон тут гораздо шире. График колеблется между отметками 1.2700 и 1.2800. В Великобритании также, как и в еврозоне, сегодня публиковали данные по инфляции, и эта информация также не оправдала ожидания рынка. За сентябрь потребительские цены выросли в цене лишь на 0,1%, хотя прогнозировался прирост в 0,2%, а годовой темп рост остался прежним на 2,5-летнем минимуме 1,7%, вместо ожидаемого ускорения до 1,8%. Но самое важное, что определяет стоимость фунта, это все же вопрос по соглашению выхода Великобритании из состава ЕС. Волатильность британской валюты зависит исключительно от характера поступающих новостей. И мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами!